Вышли на вечернюю прогулку. Решили погулять по пляжу, посмотреть что есть интересного. Да, на Сапах мы днем отдыхаем именно на этом пляже, рядом с кемпингом. Обратите внимание какие классные домики в современном стиле, прямо на берегу. Кстати сегодня, когда мы приходили купаться в море вечером, это было где-то 16 часов, вода была уже не такая чистая как утром. Море немного волновалось, было достаточно много мусора, водорослей и даже медузы. Но медузы небольшие, не как на Азовском море конечно, не сильно они нас беспокоили, мы отлично поплавали. Насколько я понял, самое главное место в Валеневке это Экстрим Крым, место называется и Экстрим Кемпинг, который я вам показывал сегодня утром. Это кемпинг премиум класса. Сейчас мы туда как раз идем, посмотрим на него в вечернее время. А кемпинги в вечернее время дымят кострами. К вечеру активировалось еще одно развлечение в Валеневке. Мы уже на территории кемпинга Экстрим Крым. Диджей работает и на территории, и на пляже. Диджей работает и на территории, и на пляже. Замутили зону типа Z-City в Поповке, но сделали это еще лучше, потому что здесь все работает, все современно и интересно. А тут приятно качает дип-хаус. Диджей работает и на территории, и на территории. Очень много зон именно для современной молодежи. Скейт-парк еще на территории кемпинга. К нам гости, судя по всему опустошители. Вот это уровень. Очень круто. Прауза. Каппинга. Парк еще на территории Крым. Каппинга. ИминIST-парк. Дисклеймер. Каппинга. Парк. Каппинга. 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 друзья доброе утро мы по-прежнему находимся в крыму в оленевке на черном море чуть поближе покажу вам палаточный городок вот так здесь выглядит покрытие для установки палаток поэтому многие и мы в том числе предпочли установить палатки на футбольном поле это разрешается вчера мы соорудили вот такой шатер для того чтобы хоть как-то спрятаться от солнца сейчас примерно половина шестого утра идем с вами на пляж будем встречать рассвет у моря хочу прогуляться в левую сторону от кемпинга потому что вчера мы туда так и не сходили сегодня мы планируем часов в девять в десять пойти на пляж искупаться в море и будем собираться уезжаем из крыма домой в краснодар и сейчас уже можно подвести предварительные итоги по кемпингу в котором мы остановились оленевка village и вообще про это место можно какие-то точки уже поставить вот опять слева мы видим деревянные домики нашего кемпинга ну давайте по порядку плюсы и минусы кемпинга плюсы первое это конечно же цена 135 рублей размещения палатки в сутки 150 рублей стоянка автомобиля в сутки и насколько я знаю 500 рублей в сутки вот такой домик с кондиционером стоит в нашем кемпинге эти домики на получается два номера есть кондиционер удобств в домиках нет удобства все на территории и так первый плюс это цена второй плюс это непосредственно нахождение на первой линии то есть вот домики и вот море первый минус в том что море возле кемпинга она не очень подходит для семейного отдыха здесь на берегу камня много водорослей и дно будет тоже каменистое такое с достаточно острыми камнями вот такой момент для того чтобы отдыхать на хорошем песочном пляже нужно будет пройти минут десять правую сторону от кемпинга что мы делали вчера и в принципе так делают все кто живет в этом кемпинге напротив своих домиков практически никто не купается в море еще один минус который я для себя выделил это душ насколько стало понятно вода в душе это очищенная в какой-то мере от соли вода из моря но очищена не полностью и поэтому когда вы принимаете душ сколько бы вы под ним не стояли все равно потом у вас остается ощущение того что вы не приняли пресный душ а после моря сталь просто деле чистую одежду вот такое ощущение во первых вода имеет свой запах достаточно сильный и едкий который никак не замаскировать и во вторых вода реально соленая течет из крана и в душе и поэтому это я бы выделил одним из основных минусов кемпинга даже если вы будете жить в домике либо будете жить в палатке вам все равно придется пользоваться таким душем и почувствовать себя чистым после моря или к вечерней прогулке точно не удастся и уже с позиции того что мы останавливались для отдыха с палаткой я выделю еще один минус это то что палаточный городок ну не обустроен мягко говоря я вам показал сейчас какое покрытие у официального палаточного городка там камни неровности и так далее так далее и самое главное тень отсутствует в принципе нет ни одного дерева ни одного теневого места для того чтобы можно было в жару которая вчера как говорили достигла 45 градусов в тени никакого спасения не было никуда нельзя было спрятаться единственное что можно в таких случаях делать в данном кемпинге это либо сидеть в домике под кондиционером если вы живете в домике либо на фудкорте сидеть под зонтиком и пережидать основную часть дня пока не спадет жара подводя предварительные итоги я могу сказать что с палаткой именно с палаткой приезжать в кемпинг оленевка виллаж я бы вам точно не рекомендовал под такой вид отдыха здесь реально ничего не заточено по всему побережью оленевки тянутся много различного уровня кемпингов и вот там возможно можно что-то найти более подходящая для дикого отдыха у нас рассвет постепенно происходит для тех кто заинтересовался данным кемпингом могу сказать что бронирование домиков и мест под палатки происходит на официальном сайте и даже если вы позвоните оператору и попросите забронировать вам скажут идти на сайт и бронировать там бронировать нужно предварительно потому что место стало достаточно известным и в сезон все забронировано на неделе вперед нужно это учитывать я думаю что оптимальный вариант это брать здесь домик с кондиционером и ходить на соседний пляж справа от кемпинга с песчаным берегом и чистым морем вот это оптимальный вариант отдыха в оленевке именно в оленевка виллаж но сразу могу сказать что если вы любите комфорт выше среднего то вам здесь делать точно нечего потому что мы здесь пробыли двое суток и у нас усталости больше чем отдыха получилось мы еще с ребенком приезжали дочка тоже подустал от этой жары конечно после такого отдыха с палатками я прямо крепко задумался о том что нужно ли мне такой формат отдыха потому что слишком много нюансов которые отбирают у тебя силы и ты не можешь даже прочувствовать в полной мере то место в котором находишься с позитивной стороны я имею ввиду и вообще почему-то здесь у моря или у берега есть какой-то запах серный какой-то или достаточно сильный и достаточно едкий я бы даже сказал то есть его нельзя не заметить и вот друзья если идти в левую сторону от кемпинга какое-то время то можно приблизиться к локации достаточно известной затонувшему кораблю сухогрузу в море оленевки сейчас я еще насколько возможно ближе подойду попробуем хотя бы как-то показать вот такой открывается вид на сухогруз и маяк двигаемся в обратном направлении и сейчас пойдем в правую часть от кемпинга к тем самым пляжам как их только не называют и крымские мальдивы и пляж майами всячески стараются придать им значимость зарубежных топовых пляжей сегодня море волнуется больше чем вчера но она по-прежнему достаточно чистая удобная мангальная зона прямо по над берегом кто-то спит прямо на берегу вчера у меня возникало такое же желание потому что прошлой ночью в палатке было очень душно вчера мы сняли верхний чехол с нее но вчера было очень влажно и палатка была вся мокрая снаружи и внутри даже подумывал о том чтобы взять шезлонг постелить на него что-нибудь и спать всю ночь то есть с диким отдыхом пока как-то так получается проходим наш кемпинг и двигаемся дальше да сегодня с утра ветрено а тут смотрите кто-то додумался ставить шатер прямо в кемпинге и продавать кальян мидии рыбу вот такой бизнес придумал человек кемпинги постепенно просыпаются да вот эти вещи конечно все портят очень много водорослей и скорее всего это они источают этот запах не очень приятный потому что там где водорослей нет там и запаха этого нет ну что друзья теперь давайте подводить итоги касаемо оленевки и пляжей да песчаный берег это очень хорошо и когда море спокойно и нет водорослей нет мусора в воде вода прозрачная кристально чистая это тоже огромный плюс пляж достаточно длинный вместимость у него хорошая аттракционов тоже присутствует много то есть есть каяки есть сапы есть прогулки на катерах море и многое многое другое конечно особую изюминку вносит весь этот курорт экстрим крым который мы вчера с вами посетили территория кемпинга экстрим крым предлагаю еще в светлое время пройти по территории экстрим крым чтобы у вас сложилось представление как оказалось экстрим крым это не просто так на территории собраны площадки для молодежи всех популярных видов экстремального спорта либо творчества то есть вчера мы могли наблюдать например фестиваль по брейк-дансу территория полностью заточена на спорт и здоровый образ жизни очень много спортивных площадок под разные направления творчества и спорта как я уже вчера сказал это территория мне напоминает z city в поповке которая когда-то была тем самым казантипом всем известным теперь ее тоже пытаются оживлять но там с переменным успехом а здесь все реально работает все функционирует это очень здорово отличная территория для отдыха и активного время провождения выбрана очень правильная стратегия люди вкладываются в молодежь в активную молодежь которая будет сюда приезжать для которой это будет место ежегодных встреч по интересам что немаловажно встречи по интересам для общения для занятия спортом так далее так далее вчера на этой сцене проходил какой-то крупный фестиваль по брейк-дансу а сегодня пожалуйста утренняя йога очень правильно организован процесс люди понимают что они делают то есть есть стратегия есть сценарий есть аниматоры редакторы всего того что происходит есть аналитика современного общества и современной жизни что сейчас востребовано особенно особенно молодежью я считаю что очень правильно выбран формат территории кемпинга инфраструктуры и даже местоположения вот эта урна конечно немножко портит весь вид но это все результат вчерашней скорее всего крупной большой вечеринке рядом с той аппаратурой да море сегодня волнуется совсем не такое как вчера вода немного мутная есть водоросли ну и как вы понимаете если быть честными то эти пляжи конечно не тянут на мальдивы или на пляже майами как всем нравится их называть все-таки это черное море друзья крым но место это очень хорошая оленевка в целом это отличные красивые пляжи чистое море думаю что стоит сюда приезжать кстати нашествие божьих коровок коснулась и крыма не только анапы вот смотрите сколько и здесь да друзья в целом оленевка прекрасное место для отдыха с песчаными пляжами и чистым морем все познается в сравнении и это море которое я видел здесь которое я видел в поповке оно не сравнимо с тем морем которые которые есть краснодарском крае даже на малоизвестных пляжах краснодарского края я нигде не встречал такого чистого моря и таких пляжей поэтому нужно признать что этот берег просто райский кемпинги постепенно просыпаются как я уже неоднократно говорил крым мне очень нравится особенно тем что здесь есть не только море есть горы и есть очень много разных форматов отдыха для людей с разными интересами необычных и 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 Субтитры сделал DimaTorzok